Когда я приехал в Кашино на большой интерферометр, это огромная установка, 3 километра туда, 3 километра суда, через поля, там нужно платить за поля, за аренду земель и так далее. Я еду с таксистом и говорю, ты грандный инструмент. Он говорит, что люди думают, что да, 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 знаем знаменитый инструмент. Потом он мне говорит, но люди тут ходят, болтают всякую, думают, что это для разговора с Богом. Я посмеялся, говорю, ну что-то вроде того. Вроде мы пошутили оба. Едем, едем, едем. И вдруг он мне говорит, ну и что, он сказал что-нибудь? Да, водитель меня спрашивает, он что-нибудь сказал? Я говорю, нет, еще ждем. Гравитационные волны были предсказаны общей теорией относительности. Это геометрическая теория гравитации. Существование массивных тел приводит к тому, что искажается пространство-время вокруг. Это будет первая гравитационная антенна. Она, конечно, имеет умеренную чувствительность, я сейчас скажу. Это будет первая, которая размещена в подземных условиях. История элементарных частиц начинается в конце 19 века. Тогда был открыт электрон. За ним уже в 20 веке последовали протон и нейтрон. Пока все было хорошо. Частиц было мало, и все они были очень важными. Мы состоим именно из них. Ядра атомов состоят из протонов и нейтронов, а вокруг летают электроны. Но затем все стало усложняться. Вначале у частиц появились античастицы. Потом число элементарных объектов стало расти. Оказалось, что некоторые из них не вполне элементарные. Например, протон и нейтрон состоят из кварков. Частицы могут превращаться друг в друга. Причем некоторые из метаморфоз оказались удивительными, так как нарушали установленные ранее законы. Открылся мир виртуальных частиц, бурлящих в вакууме. Некоторые поиски важных для теоретиков частиц идут годами или даже десятилетиями. Например, это поиски аксиона и монополя. Это записи посетителей. Вот кто-то написал «Хватит стараться, аксиона не существует». Подпись «Бог». Субтитры создавал DimaTorzok